Мне прям слышно, да? Да. Работает. А вообще всё время? Да. В общем, собрались мы для того, чтобы сделать крутое мероприятие 17 мая. Вот. Но об этом попозже, то есть, если кто-то шёл на какую-то другую встречу, выставку кошек, то она не здесь. Как бы, кто ошибся, может идти. Ну, собственно, быстренько перейдём к тому, что происходит вообще, кто мы такие. Есть такая организация ВелУФА, кто знает, да? Кто не знает, кто такая ВелУФА? Потому что сайт такой есть. Вконтакте есть. Там, наверное, больше знаете. Вот. Собственно, на самом деле существует официально зарегистрированная организация, Регионально-младёжно-общественная организация Союза велосипедистов Республики Башкортостан. Это официальное название организации. Да. Всё правильно. Вот. И, собственно говоря, все мероприятия, которые мы проводим, мы проводим через неё. То есть чисто юридически там всякая возняль, демократия проходит через организацию. Ну, в простонародье мы называем её ВелУФА. Несмотря на то, что мы работаем на Республику, да? Навсюду. Октябрьский с нами. Свалат, Салат, Салат, Кашинбай. Октябрьский, я говорила. Вот. Собственно, всё это началось, вся эта движуха, которая происходит с компанией друзей. И мы начали просто воплощать те идеи, которые у нас есть. И самыми крупными проектами, ну, как бы, мы начали вовлекать всё больше и больше людей в их. В 2005 году вся наша тема крутится вокруг Вела. Вела, вела, вела. Мы просто любили велики, путешествовать на них. И так далее, да? Мы сделали классный форум. Я уверена, что он классный. Вот здесь есть люди, которые участвовали в его создании. Провели чемпионат России по велотуризму. Одни из таких наших достижений. Ну, крутых, которые на всю Россию известны. И в 2011 году мы провели первый день 1850. Это из тех мероприятий, которые мы могли бы похвастаться. Которые стали известны, ну, скажем так, на всю Россию. Вот. Ну, собственно, чем Вела Уфа богата, это тем, что у нас очень разные люди в команде. Собственно, мы сами начинали с туризма. Сами мы туристы. Вот. Но по себе в команду начали вливаться люди, которые, ну, занимаются другими вещами. Кто-то урбанистикой занимается, кто-то действительно туризм хочет развивать, но как бы не только там лазить по горам, а еще чтобы по Уфе кататься, да, потому что есть городской туризм. Вот. И так далее. Потом появились уже велодорожки, и все это с урбанистикой вот так вот завязалось. И люди, которые увлекаются, ну, улучшением города, да, лидеры городских сообществ стали к нам присоединяться, мы к ним, и получился вот такой замес. Вот. Это вкратце, чтобы вы знали, кто мы. Дальше. Что я вам еще хотела рассказать. По целям нашей встречи скажу, что наша задача сформировать те списки людей, которые захотят присоединиться к нашей команде и захотят сделать в своей жизни что-то очень крутое. Ну, и, возможно, еще с кем-то познакомиться там, получить новый опыт, деньги, не знаю, еще что-то. Хотя про деньги еще поговорим. Вот. О, встреча. Мы вам расскажем, что такой день тысячи велов, каким он был и каким он мы... Сейчас будет небольшой исторический экскурс на это, наверное, да. Ну, 10 тысяч участников, мы думаем, это вполне реально. Как вы считаете? Да. В прошлом году 7 уже было. Да, сделаем это. Нет, мы оперируем официальными цифрами, потому что процент людей, которые едут без номеров, он всегда как бы одинаковый. Поэтому мы говорим, что... Мы считаем по номерам. Да, мы считаем именно по номерам. Потому что, если мы еще будем там для хвастовства говорить, ой, ну там по-любому еще тысячи две поехало без номеров, ну так можно вообще бесконечно. Ну, это будет цикл назвать. Ну, просто больше чем. Передаю слово Регине. Она сейчас вам расскажет о наших идеях на Новый год, и вы сможете понять, как вы сможете... Что вы вообще-то делаете, если у меня не имеется никакого отношения, да? 58, бла-бла-бла. Я думаю, у нас есть идея такая. Какой угол? Ну, вообще вся эта предыстория, которая сейчас вам была дана, это для того, чтобы вы, не знаю, хоть чуточку уважения к нам пропитали. Вот. Правда, этот праздник, он очень важный для нас лично, там, как детище, и для каждого, для города, потому что это толчок в диалоге с чиновниками. И я уверена, что для тех сообществ, которые, ну, как бы еще в диалог не вступили в такой плотный с чиновниками, там, потому что они тупо игнорят вас, там, нас, ну, это шанс тоже проявиться и так далее. Вот. У тех, у кого все хорошо, но это круто, новый опыт и так далее. Вот. Собственно, про 1 тысяч велос 2015 мы выбрали такую концепцию, что велосипеды, это, ну, вот наша задача, это велопропаганда, велокультура, чтобы она шла в массы. Мы решили, что, там, здоровье, нормальный дух, да, нормальные мозги, нормальные люди. Вот. И мы решили, что велики – это то, что объединяет людей, но, на самом деле, то, чем мы занимаемся, мы же не только велосипедисты. Вот. Ну, каждый из нас наверняка какими-то разными сферами занимается, там, ну, не буду, ладно, хвастать. Разные. Разные. И поэтому мы решили, что в 15-м году мы делаем День 1000 велосипедов, мы оставляем это брендом, мы толкаем его как пробег и как фестиваль, и как толчок к диалогу с чиновниками. Но по самому событию мы подписываем, вернее, по самому празднику мы подписываем три события. Первый – это, собственно, наше веломероприятие, которое было изначально, велопробег и велоштуки всякие, которые мы любили делать, соревнования, конкурсы и так далее. Плюс мы хотим сделать фестиваль уличных видов спорта. У него техническое название «Шаг вперед», просто надо было как-то назвать. Мы хотим собрать на одной площадке все сообщества, все, кто занимается активностями. И третье наше событие – это российские соревнования по роллер-спорту. Ну, пошла тенденция с 2012 года, что, когда у нас перекрыли весь проспект, когда нам не просто одну полосу дали, а по одному направлению весь проспект перекрыли, роллеры начали с нами ездить. Ну, прикольно же, классно, велик и нет, ролик взял, проехал 10 километров, верно, и двигатель. Вот. И таким образом роллеры, в конце концов, стали нашими друзьями. И в этом году решено сделать еще очень крутые всероссийские роллеры-соревнования параллельно с днем 1000 вел. И награждение провести в одной точке. То есть у нас будет вел-соревнование, роллер, и все это мы соединяем. Ну, это придает статусность, массовость, ну, и крутости во всех масштабах. Вот. Сейчас. Давай. Собственно, да, это будет 17 мая 2015 году. Организаторами официально является ВелУФА, Федерация роллеров спорта, администрация УФА и ЕБДД. Вот. Собственно, по счету он будет юбилейный, пятый. И цель у нас, ну, здоровье, спорт, белокультура. Вообще, чтобы вся дружуха была. Собственно, по событиям, чего мы ждем? Мы... У нас было 5500 в том году официально. Мы хотим, чтобы на пробеге в этом году было 10 тысяч. Вот. И мы хотим все это контролировать. То есть это не должно быть критическая масса. Да, вы должны понять то, что 10 тысяч человек на улице, это вообще как бы, ну, не шутки. То есть это может превратиться в хаос и будет, ну, никто не будет рад. Вот. И, ну, даже тысяча человек это очень серьезно. И, ну, из года в год больших усилий стоит держать это под контролем. Поэтому 10 тысяч – это хорошая задача. Вот. Ну, в общем, все правильно сказать. Собственно, ну, фестиваль 20 тысяч – это очень маленькая планка. Просто для первого раза. Почему 20 тысяч человек? Ну, у нас очень хорошая пиар-программа будет. Я уверена, в этом как бы у нас уже и опыт есть. И где мы подтягиваем, которые этим профессионально занимаются? Ну, да, и вот, собственно, вот, у меня профессия. А вообще просто мы были в Чепенске в этом году на похожем фестивале. У них проходимость за один – 80 тысяч человек. Ну, 60, если так вот. Не считать там тех, кто пришел и ушел. А тех, кто вот именно там ходит, смотрит, так вот. То есть это реальные цифры. А 20 тысяч – это меня, вообще. То есть это точно будет. На соревнованиях по роллерспорту специфика очень такая специфичная. Поэтому 3 тысячи ставим задачи вот такие. Ну, чтобы вы понимали, 10 тысяч – это примерно сколько было на симфонической ночи, если кто-то смотрел. Или кто-то был. Вот примерно 100. Ну, то есть полностью вот это будет дополнено. Это 10? Вы видели, да, там где-то. Да. Ну, мы, да, не в курсе, что там будет. Ну, собственно, когда в 12-м году к нам Хамит присоединился, и в 13-м году, когда мы начали со спонсорами работать, первый вопрос, который спонсоры дают – а Хамит тут будет? Блин, ну мы-то откуда знаем? Я с ним что, в соседнем доме, что ли, живу? Нет, я с ним так не общаюсь и так далее. Но после вот этих трех лет, как бы диалог пошел настолько плотно, что можно сказать, что да, теперь в 15-м году он будет, по-любому вообще я просто попробую приехать. Мы поедем на Белый Дом. Да, мы поедем на Белого Дома тогда или еще что-нибудь сделаем. Не записывайте? Мы просто… Нет, мы делаем что-нибудь хорошее. Тут камбры снимают. В любом случае, то есть, статусность мероприятий, отношение властей к этому показывает то, что люди будут. И не просто люди, а люди, которые влияют на какую-то жизнь у нас. Вот. Соответственно, про историю Раиль рассказывал. У меня цифры более конкретные. Я с этим живу. 370 человек, 1300, 3500, 5500. Должен быть 15-й год, где будет 12-300. Мы ежегодно проводим конкурс на людей, которые угадают наиболее приближенную цифру, количество людей, которые будут на сети. Так, а если вы номера отпечатаете, они же ограничены? Ну, в этом году 8 тысяч. Ну, в этом году 8 тысяч. В этом году 8 тысяч. В этом году первый раз, когда хватило номеров по напечатанию. По-моему, 10 тысяч. Нет, должны были 10, а в итоге получилось немного меньше. Вроде на несколько тысяч. Восемь с половиной. Восемь с половиной в последний момент. Нет, я в конце пришел. Я все эти номера выбирал. В общем, в этом. Директор буквы сказал мне, что он 16 баннеров грохал на эту печать. Ну, то есть вот 3 на 6 взят. Вот 16 таких баннеров. Ну, вот такие вот штучки, которые взят на велику и до сих пор ездят по нашему городу. Вот. Ну, собственно, тут написано, на чем мы время. Но это презентажка для спонсоров была. У нас еще два разных дела. Я ее вам еще покажу. Вот. Может, вы засплассируете? Да. Ну, и хочешь спонсоров стать. Так. Дальше поехали. Собственно, что вы тут делаете? Вот. Мы хотим сделать после пробега фестиваль, на котором люди смогут не только участвовать, но и все люди, которые из города с открытыми ртами ежегодно за нами наблюдают. Говорят, что да, классно, идут себе на диван там. Но велосипеда у меня нет. Вот. Мы тоже так можем. Вежух создавать. И чтобы люди, которые обычные люди, которые к нам не относятся. То есть там катаются на велике раз в год, на роликах раз в год. То есть вообще катаются. И... Но у которых есть желание там на батутах попрыгать, еще что-то. Чтобы они вот пришли на этот фестиваль, и они заразились этой идеей. Заниматься нашим направлением. Вашим. То есть с лук-лайном там. На батутах прыгать. На... Как это? Турники. На турниках крутить. Что-то. Там. Здоровье свою физическую форму поддерживать. Там. Кроссфитом заняться профессионально. И еще что-то. В общем, для всего этого мы хотим сделать такой фестиваль. И именно для этого мы вас туда позвали. А... Потому что... Лично моих сил потянуть такой фест не хватит. И... Нам нужны вот вы, кто... Кто хочет... Заразить своим направлением. Других людей. Ну, скажем так. Вот. Это про роллермарафон, кстати. Надо тоже сказать. Почему он такой крутой считается. Вот. Андрей, может ты расскажешь? Не, а просто знаешь, что он крутой. Мне твои рассказы впечатлили, но мне кажется, целость получится. Это Андрей. Это Андрей. Он представитель федерации роллер спорта. По РФ в нашем регионе. Уу-уууууу! Андрей, они не понимают. Сейчас объясню. Вот тут описано скоростное катание на роликах конька. Такие катки, такие длинные, очень похожи на конькобежный спорт. Емель, например, занимается совершенно другими роликами, которые мне не понять. Ему не понять мои ролики. Да? То есть они прыгают, агрессивное катание. Да, 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 надо обязательно. И на самом деле в Елоуфе мы просто примазались, если честно, говорить. Но это нужно тоже для того, для той же самой цели, как Регина сказала. Она сама инициативу проявляет, чтобы всех к себе привлечь и помочь развить любое направление, любой вид спорта на этом фестивале. Мы инициативу сами первые проявили. И так совпали наши интересы. И будем проводить. С Москвой согласовали. Тоже пришлось уговорить Москву, чтобы подвинули соревнования Воронежа, которые проходят уже одиннадцатый год. Мы будем проводить первый раз. и даты наши, те, которые мы утвердили, 16-17 мая. Два дня у нас будут соревнования проводиться, в основном на бетонном комплексе. То есть туда входит, кроме таких дисциплин на скоростное катание, это спринты, полумарафон, там детские забеги, забеги для обычных любителей, кто просто так катается. И что-то относится пристайл, это фигурное катание между фишками. Да, знаете, да, что это такое? Вот, это всё к программу Российской Федерации Роллера Спорта. Судьи приедут из Москвы, и это будет в календаре соревнований российских всех на следующий год. Почти вся движуха спортивная будет на пиатлон. На фестивале в Моличных видов спорта там все остальные ролики можно будет показать и наиболее зрелищные трюки показать именно там. То есть это как раз чем Эмиль занимается и Паша. То есть там можно их направление очень хорошо раскрыть. И для нас это будет толчок тоже для развития, для того, чтобы и секции свои продвинуть, найти новых людей и дальше развиваться. Тоже хотим покрыть массово людей, приучить и чтобы продвинуть которые будут вносить статус кураторов площадок именно для того, чтобы ваше сообщество точно так же, как ролеры и другие сообщества могли иметь определенную площадку на фестивале, могли вовлекать людей и могли сделать так, чтобы больше людей узнали о вас. Это ну в этом именно мы видим основную задачу в этом году. Да, и эта задача она без вас никак не реализуема. Поэтому мы у вас как бы у нас призыв такой приглашаем присоединиться к нам команде, которая будет сделать День 1000 велосипедистов. под этим названием открывается и вот этот фестиваль. То есть бренд, там есть бренд как бы когда вам нужна будет помощь от нас по проведению Дня 1000 стрит-лоркаутов пожалуйста, зовите мы будем там сюда помочь. Ну как бы вот такой призыв. Есть вопросы для чего вы вас позвали сюда? У кого есть вопросы? насчет логотипа вопрос он будет пересматриваться это уже окончательный вариант где вот этот черно-зеленый или это вопрос хороший Данный вопрос не был приоритетным в наших головах А все не устраивает? В прошлом году просто был конкурс как бы да были такие вопросы а давайте проголосуем кому нравится логотип в этом да в прошлом вроде тот самый мужик зеленый на велике черные очки покажите он немножко обновился получается в четырнадцатом году вот ну мы всегда переделем с одной стороны все уже привыкли с другой стороны хочется что-то поменять в общем вопрос по празднику нет да теперь понятно почему мы собрали другие сообщества вопросов нет окей давайте дальше тогда пойдем давайте еще раз посчитаемся кто здесь у нас присутствует хочу сделать свою площадку чтобы она была там больше чем у велосипедистов приехала как это сделать как нам присоединиться нужно обязательно оставить свои контакты нам то есть кто кто не записался пожалуйста подойдите запишитесь это уже после собрания ладно да может после собрания будет оставить на этом ноутбуке или в группе во встрече да я выложил на стену не от имени группы а от себя просто выложил на стену этот документ он расшаренный только чужие записи не редактируете вот собственно придем к технической части как это сделать ну если у вас в головах сейчас появилась мысль хочу помочь или не хочу но знаю где которому будет это интересно ну как минимум вот чтобы вы понимали дальше как мы будем работать про сам оргкомитет да который делает этот праздник ну просто чтобы у вас в голове картинка появилась и эта картинка мне вставала ну это собственно говоря структура то есть что за кем идет ну их устоит руководитель проекта потом куратор направлений площадок это команда вокруг каждого куратора и есть еще волонтеры ну это другие люди вот собственно схема выглядит так про сами чем отличается вот что такое куратор и куратор направлений и что такое куратор площадки ну например мы ставим этих людей на один уровень а куратор площадки это вот лонгбордист у нас здесь есть вот как бы я уверена что Семен будет куратором площадки ну то есть это человек лидер своего движения или ну активист своего движения который подтянет вокруг себя людей и которые создадут эту площадку создавать площадку это значит поднимать ее с нуля то есть помимо того что вы подтягиваете людей которые ее делают ставят все фигуры там если они нужны рисуют что-то подтягивают людей которые этим занимаются то есть туда входит все строительство пиар короче куратор площадки тоже такой же руководитель своего мини-маленького проекта на этом фестивале и толкает тему лонгбордов там спритворкаута кроссфита что еще там есть слэклайн батуты батуты вот то есть куратор площадки это человек который консультирует в себе силу и мощь всего вот этого сообщества куратор площадки понятно да что такое куратор направления вот например у нас Раиль это куратор направления пиар вот все что связано с пиаром пресс-центр пиар в интернете пиар со СМИ да там написание этих пресс-релизов для СМИ вот все через него идет он сам их не пишет он собирает команды людей которые ну как бы контролируют грубо говоря да так вот это куратор направления направления есть еще какие давай огласим у тебя есть классный файл у нас здесь есть классный файл просто для тех людей которые не относятся к одному сообществу мы бы хотели огласить пиаром во-первых одна ну она с крупной задачей это регистрация которой не будет на самом деле ну ее не будет но будет раздача билетов и здесь тоже достаточно интересно ну как бы мы есть такая идея на что заменить регистрацию потому что люди опять же будут требовать идея заключается в том что на сайте сайт будет landed page знаете да что это это одностраничник на котором всего одна задача чтобы человек зарегистрировался там одна кнопка вот зарегистрировался на фестиваль это будет означать оставить свои контакты чтобы мы ему напомнили о нем вот мы ему об этом напомним он придет на фестиваль и ему надо будет выдать номер и пакет с разными ништяками спонсоров ну и там всякие программы фестивали карты там и прочее на ключ да на ключ вот шарики без блоки вот вторая крупная регистрация примерно понятно то есть мы ее оставляем ну термин регистрация да то есть чтоб потому что все тоже не просто собирать команды людей чтобы то что надо оказалось в том месте к которым надо чтобы количество номеров были по порядку Это важно для того, чтобы мы знали численность людей. И так далее. Время невозможно. И этот человек, он должен быть ответственным. Кто-то, кто видит в комнате этого человека, подскажите нам. Мы обязательно его уговорим. Это, наверное, к каждому из последующих ролей применимо. То, что самое главное, если вы берете на себя определенное направление, то вы уточните. А, да. Есть, ну да, кураторы направлений, и у каждого куратора есть команды. Есть направления, в которых будет работать целая команда. Например, IT или дизайнер. Ну, чуть позже об этом скажем. Ну, да. Следующее направление, которое у нас есть, это велопробег. Ну, так как ролеров немного, я не уделяю немного внимания. Пока что. В 16-м году, верно, уделим. В 15-м году будет 10 тысяч велосипедистов. Надо как-то контролировать. Как это называлось в том году? Которые колонны с уважгами. Ну, это, короче, те люди, которые орут, там, прижаясь вправо. Ну, здесь две огромные задачи. Регулировщики. Три. Да, регулировщики. Три большие задачи. Во-первых, всякие люди, у которых много энергии, пытаются ехать быстрее всех. Этого нельзя допускать. Стареевые. Очень хитрые люди пытаются объехать и выехать навстречку. Этого тоже нельзя допускать. И третий момент. Не очень активные люди постоянно отстают. Их надо подгонять. Вот. Ну, или как-то, чтобы они с проезжей части уходили. Вот. Ну, как бы, это очень важно. И, как я уже говорил, даже тысячи человек, это очень серьезное количество людей. Может превратиться в хаос. А 10 тысяч тем более. Это очень сложная и очень ответственная задача. Но мы знаем, как это делать, мы вам расскажем, и у вас все получится замечательно. Нет, в 12-м году было так, прибегают мальчишки, там, 14-летние, говорят, я хочу быть, ну, короче, сопровождающим в колонии. Такие, а можно я принесу флаг, а можно я буду на всех орать, там. Уже опыт есть, он в 11-м году видел, как Леха Мэн там, ее матов. Ну, просто в 11-м году нам одну полосу дали. Там было капец, не поорать, там, здесь. Вот, если в 12-м, 12-м, это как-то успокоилось. В 14-м году вроде, люди просто забили на это. Ну, ладно. Хорошо, пробег, понятно, да, из направлений. Про велос закончили. На любом фестивале нужен звукач и человек, который разбирается в аппаратуре. Это отдельная группа людей, туда входят, чтобы эта аппаратура оказалась в нужном месте, в нужное время. Взять у того, у кого надо, действительно оказаться там, в то время, когда надо. И чтобы это не было, значит, у меня вот здесь телефон вибрирует, а я не могу его взять. Потому что у меня там с другой человеком. То есть это должен быть отдельный человек. Который реально разбирается в звуковой аппаратуре, чтобы нам ее не сломать. Потому что она будет, скорее всего, чужая. Но если у этого человека будет она своя, то это тоже круто будет. Ну, как будет. Я уверена, что с своей аппаратурой человек точно справится и по-любому безоответственно ли не отнесется. Еще одно направление. Ребят, давайте вы выйдете. Это тоже очень важный момент, на самом деле. Фестиваль делает, ну, окружение, это такая микроархитектура фестиваля. Ну, в прошлом году, например, ну, все годы было заметно, что люди приезжают в этот котлован, там солнце жарят. Вот, не посидеть, не укрыться под навесом, указателей толком нету, где что находится и прочее, прочее. Да, вот спросите у Алексея, он знает, насколько это тяжело. Он послал всех далеко и подальше в этом году. Я обидела это по твоим глазам. Человек помогал просто, потому что капец. Ну, это было реально просто капец, потому что организовать для людей вот эту инфраструктуру, то есть, где спрятаться от солнца, поставить палатки, повесить баннера, повесить флаги. Спонсоры, они же бабки заплатили, блин, чтобы их баннера повесили. И вот Алексей, там, и еще два человека было, и они такие сужины, я их никто не предупредил. Я говорю, что это надо делать. Ну, с ужасом, действительно, в глазах, ну, с добрым сердцем помогал все это делать. Вот. И там, ВЛТР к нам присоединилась, тоже все возила. Ну, вообще был. Вот этот пункт, он очень тоже важный. А просто первое время у нас не хватало волонтерских групп. Почему такая ситуация? Мы начали внимания больше уделять. Ну, как бы, мы все вело-вело-вело, там, программы-программы-программы, и вот этим, ну, мало времени уделяли этому вопросу, мало внимания. Вот. И люди говорили, мы хотим на велопродбег. И мы такие, ну, ладно, давай, сливайся. И все уезжали на госсовет. И на конгресс-холе никого не оставалось. И мы там по зорге обгоняли всю эту колонну, чтобы быстренько там повесить на вес. Ну, короче, тоже такая тема, очень важная, которой нужна отдельная команда людей. Вот. Следующее направление, я думаю, понятно, да, это очевидно или нет? Следующее направление – это транспорт. В общем, как выяснилось, нужен отдельный человек, который организует транспорт. Куча вещей, куча инвентаря, куча инвентарных выражений. Нужен человек, которым меня спросят, во сколько, где, что должно оказаться. Я вам говорю, во столько и вот это должно оказаться там. Этот человек находит саму организацию подрядную. Короче, я не знаю, как он это сделает, но вот эти вещи должны оказаться в нужной весе, в нужное время. Нет, даже в спорткомитете у нас заверили, что транспортам помогут. Нет! Не думай даже. Вот это 100% нет. Роллером на биатлон, пожалуйста, на день тысячи делать. Нет, категорически. Когда в 2013 году они меня подвели с транспортом, я сказала, что это очень свои деньги личные, но на городе не повешено. Когда они привозят аппаратуру на фестиваль, на который приходит 10 тысяч человек, мне такого не надо. Я свои деньги заплачу. Ну, нет. Вот поэтому человек, который это делает, он тоже должен быть наш. Не городской, ни в коем случае. Вот. Ну и с Поведой, на самом деле, минимальная зависимость от города. Города. Города, да. Это 100%. И стараемся делать своими руками, и даже бюджетов у нас их нет. Ну да, я уже ребятам рассказывала о том, как нам город с ценами привез в 12-м году. Ну, бывают косяки у людей, да, но вот когда ты делаешь это сам, когда это твое детище, ты никогда не... Это твой косяк. Да, это твой косяк, ты сам себя там закопаешь где-то. А когда в городе, они там извиняются и больше ничего делать не могут. Вот так вот. Последний день. Да, а в том году они генератор не привезли. Нормально было все в полгода. Готом. Как бы это, тоже задержка была. Ну ладно, потом у нас есть такой пункт закупки, мы решили его выделить. Как выяснилось, это должен быть такой доброволец с тачкой, которая часто ездит в Ашан или в Леруа-Мерлен. Жаль, он там работает вообще. Просто, как выяснилось, потому что нам либо не из чего строить, либо нечего жрать. Лантеров. Постоянно. И когда ты, блин, кто может съездить, кто может съездить, вот так вот, телефон и книгу, перелопативаешь, а один говорит, я на работе, другой это. Когда человек знает, что это его задача, он это спокойно делает. Вот. То есть на нем ничего больше не вести, ему не трудно, он в тремку пути. Тачку кинул, а потом просто придет к нам на точку. И все нормально. Вот. Ну то есть это тоже, как бы мы разделили все эти сферы, в связи с тем, чтобы люди не насиловали себя над глобальным. задачами. А вот берут направление и делают вот. Сожрату могу помочь. Я часто там езжу. Главное, еду не сожрать. Да. А вот с Леруа-Мерлен подежнее будет. Вот. Опять-таки, это направление, то есть ты можешь быть главным. Это может быть девушка, не знаю, которая там, муж-любовник, вот, а муж все время в машине, а любовник в Леруа. И там просто. Вот. И она нам напрягает, и у нас все в спутнике. Давайте дальше. У нас в направлении есть сувенирка. Это нужно всю сувенировать продукцию. Сувенирка страдает всегда, из года в год. И это очень важно. Очень большой запрос у людей на сувенирку. И если вы сделаете какую-то, ну, если, ну, ее надо просто реально хорошо организовать. Просто сделать надо, блин. Вот и все. В этом надо разбираться. Соответственно, сувенирка, так как мы собираем кучу разных сообществ, должна быть связана со всеми сообществами. Вот. И этот человек, он должен общаться со всеми и узнавать, что им надо. Ну, что надо ломбардистам, что надо, я вот кого-то знаю, я их называю просто. Вот. И, соответственно, вот так вот собрать, концерзировать всю эту инфу и в конце концов все это сделать. Вот. Собственно, одно из направлений это волонтеры. То есть сейчас мы, если выбираем именно кураторов направлений, крупных вот этих вот людей, которые стоят на второй стреке, то будет еще группа людей, волонтеры, которые, ну, скажем так, не слишком смелые, чтобы что-то на себя такое ответственное взять, или просто не до конца понимают вообще, как они могут помочь. Вот. Но над ними должен быть куратор. Это человек, который их объединяет, рассказывает, нянчит их. Если вы заметили, это, на самом деле, достаточно большое волонтерское движение сейчас, вот, там, Олимпиада, саммиты шосс, там, и прочее-прочее, там, молодежно-детские игры. Волонтеры, на самом деле, берут на себя большую часть ответственности, но их надо очень хорошо организовать. Организация на высоком уровне – это тренинги, это определенная отличительная, там, одежда. Это, ну, в общем, хорошая, большая задача. Это, наверное, концовка и так далее. В том, чтобы, да, чтобы это была, к фестивалю, это была не толпа людей, а хорошо организованная команда. Ну, ну, все. А последнее, нет, не последнее. Концерт – это тоже отдельное направление, то есть, чтобы организовать реально нормальный рок-концерт, на котором у нас 900 тысяч заложен. Вот. Ну, нужно, это приличный бюджет, чтобы привести знаменитую группу российскую. Вот. Человек должен быть с опытом, который это делает. Ну, конечно, можно обратиться в фирму, которая пригласят людей, но для нас важно, чтобы это был свой человек, потому что фирма возьмет за это левые деньги, ну, как бы накрутит себе еще, а бюджет у нас маленький. То есть, если мы эти заложенные деньги потратим на то, чтобы принести вот именно группы, ну, как бы, все будет классно. А если мы еще с них половину фирме отдадим, то там группа будет похожа, грубо говоря. Поэтому мы хотим, чтобы это был наш человек. Если кто-то знает, у кого-то есть знакомый, который готов там привести… А это делается несложно. Заходишь на сайт какой-нибудь группы интересующей тебя и звонишь им, все. Это должен быть человек, который это делает. Регина, знаешь, как делать сувениры? Как просто надо встречать ситуацию? Та же самая. Просто берешь, отправляешь там логотип и печатается просто на майках в футболке. Это все очень просто. А знаешь, как просто делается закупка? И так далее, и так далее. Ну, так много всего и ссаливается на несколько человек. Давайте я вам скажу, потому что наверняка эти люди у вас в друзьях есть, и кто-то здесь сейчас принадлежит этим направлением. Первое – это видео и фотокоманда. Это человек, который организует всю видео и фотоподдержку нашего мероприятия. От и до, с ноля, полностью. Все ролики, съемки, операторство, точки. То есть, эта тема понятна. Я думаю, что те, кто в этой сфере варится или знают людей, которые этим профессионально занимаются, и которым вы в свое портфолио такую галочку, как «я сделал», как это называется? Шоури. Ну, короче говоря, я сделал вот этот материал для дня тысячи велов, да? Вся эта работа моя. Ну, за рубежом просто это практикуется. Как делать с этим мероприятием не за день? Здесь тоже будет достаточно большая, ну, как бы команда, и должен быть очень хороший руководитель. Как мне, ну, друг, который здесь жил, тоже нам помогал сначала, потом приехал в Москву и делал тоже ролики для московского велопарада, он сказал то, что это должен быть в первую очередь очень такой вовлеченный человек. Ну, скажем так. Да, то есть мы можем нанять, там, заложить к смерти, спонсорам. Если человек не будет в этом увлечен, пусть все бесполезно. Кроме того, надо учесть то, что очень много материалов люди сами снимают, и вот это все надо тоже... Сейчас, перейдем. Вот. Давай подытожим. Просто, смотрите, ваши деятельности зависят только от вашей фантазии для аккуратных площадок. То есть то, что вы там сделали, вас никто ни в чем не ограничивает, ну, помимо цензуры. То есть это уже понятно, что там голый конкурс будет не должно. А все остальное, ваши силы и так далее. Все мы работаем очень плотно. То есть понятно, что куратор волонтеров, он же их не просто так тренирует там, чтобы они все такие классные пришли к нам. То есть это будут ваши волонтеры, которые нужны под вашу команду. Если вы соберете свою команду из своих друзей, из своих сообществ, это круто. Вообще, вам лучше работать с теми людьми, которые знают вашу тему, чем те, которые добровольно пришли помогать, флажочками махать и так далее. Ну, при всем уважении к людям, которые добровольно подписываются под что-то. По аккуратному направлению. Как что делать, мы знаем. Поэтому, если вы как бы видите в себе какую-то, ну, жилку там, что-то сделать, помочь нам как-то в каком-то определенном направлении, там, дизайнер, фото и так далее. Я примерно понимаю, что видео и фото, скорее всего, там есть какие-то заморочки, дизайнеры тоже. Но в других направлениях, как сделать регистрат, как сделать велопробег, как сделать закупки, как сделать транспорт, я все это понимаю и могу при личной встрече один раз рассказать и объяснить. Но за руку водить я человека не могу, чисто физически. И мы поздеваем сейчас именно людей стать кураторами. То есть мы будем помогать, объяснять, как бы, находить какие-то решения в сложных ситуациях там и так далее. По деньгам, по бюджету мы не всегда выезжаем за счет спонсоров. То есть понятно, что сейчас пойдут ко мне кураторы площадок с такими идеями, там, на папирусный лист от двери до двери и говорить мне, я вот это хочу, вот это там высотой 100 метров в свой зал, и чтобы он был переносной, и чтобы он был не только на 1000 велов, а чтобы он там стоял. Круто, но у нас есть бюджет. Мы заложили определенную сумму под каждое направление, просто на вскидку я в меру своих знаний каких-то прикинула, сколько это может стоить, пообщалась с другими городами, сколько стоило им. И нам надо сделать так, чтобы вложиться в этот метод. Вот, то есть, как бы, по деньгам вы можете... Вот я не люблю такую фразу говорить, вы можете не заморачиваться. С деньгами надо заморачиваться, бывает, что мы и сами вкладываем. Но, благо, я ни разу не вышла так, чтобы мне эти деньги не вернулись. Ну, у Стаса Срыгина, нашего лидера, минус 100 тысяч. На день 1000 веловек. Но это потому, что просто со спонсором вышел косяк, но не стоит. То есть, в следующий год мы хотим сделать так, чтобы он вышел нам, ну, как бы, чтобы из нас ту энергию, которую мы и даем, мы должны ее получить обратно. Вот. Это наша задача такая. Вот, как бы, почему мы всем этим делом занимаемся. Просто люди, в которых есть желание, в общем, идемте к нам. А в которых сейчас есть причины, домой вы мне не дадите сколько денег, сколько я хочу, и так далее. Идите домой. Ладно? Для тех, кто понял, что хочет нам присоединиться или видит в своих друзьях тех людей, которые будут с нами, я попрошу записать наши контакты. Минимум один. А если в контакте уже есть два же контакта. Можем выписать? Да. Кто меня знает, уже может не записывать. Вот. Да. Ну, просто вдруг кому-то нужны вот роллеры. Я сразу... Кому нужны роллеры? Я бы очень не хотела с вами познакомиться. На самом деле, я думала о том, что если мы закончим до 20 минут 9-го, я бы хотела услышать... Ладно. Ну, да. Можно какую-то обратную связь получить сейчас от тех людей, которые уверены, что будут с нами? Кто уверен, что будет с нами? Поднимите руки. Клево. А теперь поднимите руки, кто уже привезлся со своей роли. Кто знает, кем будет. Круто. Я очень знаю. Супер. Вот можно сейчас последних людей, которые сейчас подняли руки, встать, представиться в режиме «Меня зовут?» Про пищу белого знаю сто лет или узнал только что. И сказать, чем он будет заниматься. Одна минута я буду засекать. Ну да, максимум в одну минуту. Просто для того, чтобы приободрить тех людей, которые не определились. Много за тебя? Да, ноги за тебя. А есть ли несколько направлений? Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Сейчас, прям 5 секунд. Вы можете сказать, что я мог бы заниматься этим направлением или этим, если вы видите для себя, например, две сфер действий. Хорошо? Поднимайте руки. Я буду давать славу. Давай, Дима. Добрый день. Я мог бы заниматься видео и видеомонтажем. А фото? Ну, фото тоже можно, но там придется уже по-другому все объективировать. У меня же мануальные условия. Ты можешь быть куратором, руководителем. Именно хочу этим заниматься, но я не представляю, как можно этим заниматься, если будет один человек. Там всяко нужна команда. И кто-то должен отвечать за монтаж, кто-то отвечать должен за видео. Мы сейчас говорим именно о том, чтобы именно к примеру тех людей, я еще раз отвечу. О тех людях, которые собирают вокруг себя людей. Если ты в этом разбираешься, то очень круто. Если ты соберешь вокруг себя тех людей, которые будут нравиться тебе, и при этом тоже в этой теме, это будет вообще остаться. Там, М в квадрате, я не знаю. Спасибо, Дима. Кто по анонимных велосипедям? Плохо слышно? Ломборд, Семен. Все вопросы к нему. Семен, ломборд. Добрый вечер. Меня зовут Руслан. Я буду куратором по снабжению. Я все равно буду. Снабжать чем-нибудь. Да, ну, в принципе, все. А есть еще? Привет. Меня зовут Владимир. В общем-то я уже... ...которые у меня состоят в этой группе. Вы открываете этот файл, находится в Google Docs. Доступен для редактирования абсолютно всем. Заходите, редактируйте там свое имя, если вы уже там есть. Если вас там нет, то вы просто добавляете. И желательно заполнить все графы, которые там есть. Там есть граф ВКонтакте и есть граф, чем могу помочь. Чем могу помочь, вы можете написать как своими словами, а можете прямо написать, я выбрал направление тот. Потому что я сейчас лишь малую часть запомнила. И помню скорее на лицо, по аватаркам я вас не узнаю в ВКонтакте. У меня котик. Поэтому прям конкретно... Пожалуйста, я выбрал это направление. Если вы проявите инициативу потом, через 2-3 дня, когда мы с Троилим отойдем немножко от этого, и сами мне напишите, стукните мне в ВКонтакте, «Регина, ну что там, ты обещала личную встречу?» Я буду очень благодарна, потому что могу забыть. Я, честное слово, память у меня вообще просто-просто. По идеям, новые идеи тоже принимаются, можно писать в личку, на почту, куда угодно. И нужно на следующую встречу. Следующая встреча у нас будет более конкретная. Она будет посвящена сметам и инвентарю. Мы начинаем работать по тем площадкам, по которым вы определитесь. По тем направлениям. То есть все, что вам будет нужно, вы должны подумать над этим направлением. сделать описание своей идеи, своего направления. Ну то есть вот, я делаю детскую, да. Я пример приду, на чем выбирать. Я делаю детскую. Соответственно, вы делаете описание в текстовом виде. Я делаю то-то, то-то, на ней будет то-то, то-то. Желательно в формате пресс-релиза. Но если вы не умеете так писать, вы прямо пишите словами, я делаю то-то, то-то, там будет то-то, то-то. Я в команде IT, я примерно понимаю, что мне нужно по IT выделить там 5. Те, кто работают в команде production, design, IT, мы с вами отдельно как бы свяжемся, поговорим. Вы друг с другом перезнакомьтесь, пожалуйста, отдельно встретитесь, подготовьте один проект. Да. А что нужно, то треба никакие. По площадкам то же самое. То есть если это будет с фотками описание, это будет вообще прекрасно. То есть это будет какое-то... Не надо писать там А4 лист. Сделайте, пожалуйста, просто на полу листа А4 максимум. Ну, много не пишите. Но если вы пишете лаконично, то есть кратко, там может быть и А4 лист. Если это классно. А если это просто слушниковом текста, пожалуйста, больше А4 не пишите. Это для тех, кто уже определился с тем, что он будет делать. И это нужно для того, чтобы вы поняли, что вы хотите сделать. Говорит, нет, что я тебе приличные встречи скажу и так далее, не надо, пожалуйста. Потому что все, что вы напишете, уйдет скорее всего в обработку редактора для контента и пиара в интернете. То есть чем лучше вы напишете, тем лучше проверять вашу площадку. тем больше людей придется заниматься именно вашим направлением. И так далее. И еще одно объявление. Маленькое. Кто знает проект Let's Biker? Кто-то знает. Клево. В общем, это... Проект по развитию, довел движение в России. Куратор Вова Кумов. Он объехал там очень много стран. Латинскую Америку, Европу, 5-10-е. Много чего видел, много чего знает. И он тут решил заехать к нам в Уфу. Приезжает, значит, с 15-16 числа. Где-то так. Чего? Октябрь 1, следующая неделя. На 16-ое число у нас забита лекция. Всех приглашаю. Будет очень интересно. Лекция бесплатная. Будет называться уроки велосипедизации. То есть он будет рассказать о том, как проходило, проходит, и как будет проходить, наверное, у нас. Вот. Велосипедизация. С площадки пока на 100% еще не определились. Вот. Числом определились, скорее всего, будет 16-е. Вот. Вся информация на вк.com слэш летсбайкет уфа. Все. Запомните этот адрес. Кому интересно, уроки велосипедизации или просто будет нефиг делать в этот вечер и охота увидеть классных людей, которые занимаются тем, что влияет на продвижение белой инфраструктуры в нашем городе. Вот. Вк.com летсбайкет. Английский, кто не знает, спросите, как правильно пишется. летсбайкет уфа. А, еще ребятам нужна отписка. Ну, то есть, жить где-то. Три дня с 15 по 18, желательно поближе, ну, к городе. А, велики нашли уже? Вот. Если есть такая возможность, напишите мне. Да, вк.com Октября? Октября? Октября. 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 Вот на следующей неделе. Нужен свой зватель на пошуме. С третьего по... С пятнадцатого по восемнадцатого. Они приезжают с пятнадцатого, их надо встречать будет. Но если встретиться, как бы мы еще можем организовать, то жить им негде. А за деньги, но это слишком дорого у нас. А у нас хостел есть киньки? Да. Зачем? На хате круче пообщаться с основателями движения. Я вот вообще жалею, что живут в этом доме. Что делать-то? Все организовывать видели, да, какие классные кадры были в том году? С киенки, с коптеров, с мотоциклов, с высоких точек там, и прочее, прочее. на профессиональную аппаратуру. Это все тоже надо будет координировать, и чтобы в итоге у нас получился очень хороший материал. И на входе, и на выходе. То есть на входе, я имею в виду, надо сделать сначала рекламу. Да, то есть там работа для видео и фото, она не только заключается в этом мероприятии. Подготовка контента для интернет-продвижения, то есть видеоролики, те, которые будут по телеку гонять, их тоже мы хотим сделать так, чтобы это делала наша команда. Мы можем отдать это на отпуск ЮТВ, пусть они там сами все снимут и так далее, но мы бы не хотели, чтобы так было. Потому что, и не говоришь, что в фанате плохие ребята работают, но люди должны быть увлечены. Те, кто хочет сделать это. Хотя бы, пусть они снимают за деньги, если до этого дойдет, но чтобы от нас был человек, который это курирует и говорит. Вот это вот от той, а вот это классно. Мы хотим вот это. Этому надо уделять внимание, для этого нужна энергия одного хотя бы человека. И последнее направление – это дизайнерство. Самое крупное из творческих, наверное, таких и подготовительных сфер, в которых будет плотно работать с PR командой. И тоже должны быть вовлеченные. Потому что крупные дизайнеры нам не нужны. И дизайнеры, которые крутые и работают за бабки, нам тоже не нужны. Нам нужны крутые, вовлеченные дизайнеры, которые хотят сделать классную штуку, которую видят тысячи людей, которые смогут этим ходить и хвастаться, а не говорить так, что я сделала этот дизайн, но мне мало заплатили, поэтому он такой говен. Вот это такие случаи были. Ну и к дизайнерам еще раз надо повторить ответственность, потому что дизайнер всегда со сроками ночи. Вот. Хотя дизайнеры, мне кажется, скажут наоборот, что это вы там с тех дизайнеров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!